Секретные компаньоны в Skyrim Special Edition, о которых вы могли не знать, друзья. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Курт. Поехали. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка внизу, просто подписывайтесь. Ну что ж, для начала мы должны прокачать колдовство до 90. Хотя, честно говоря, лучше на все 100. И потом отправляемся в коллегию Винтерхол. Как прокачать колдовство я уже показывал, если что, прикреплю ссылочку внизу. Ну, на всякий случай, может кто-то не знает, но... Ладенько, друзья, у нас Фенис Гестер. Когда у вас колдовство 90, у него активируется квест. Ритуальная магия колдовства. Вы должны его пройти. Если в школе колдовства что-либо, с чего мы еще не касались. Как быстро ты продвигаешься. Это производит впечатление. Когда вы выполните квест, у него появится новая магия. Которая нам и нужна. Ниже, 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 ниже. И вот она. Том заклинания Мертвый Трел. Оживленный труп, который будет сражаться на вашей стороне, действует бессрочно. Применимо только к людям. Это нам и нужно. Ооо, сколько тут всего еще интересного. Первая локация находится недалеко от Айварстеда. И это Курган Погребальный Огонь. Здесь живет один парнишка. Так, дайте-ка я кастану. Все. Ага. Парнишка, который всех дурит. Притворяется призраком. И запугивает. Гад. Давайте с ним разберемся. Давай. Ну как он голос так делает? Это, конечно... Ооо. А вот и все. Да. У него есть уникальное зелье. Это снадобье фантома. Друзья, когда вы выпиваете, вы становитесь призраком на 30 секунд. Я, кстати, раньше думал, что если выпить это зелье, пойти в какую-то локацию, где призраки, они примут, типа, за своего. Но нифига, друзья. Я всех локациях попробовал. Так и не получилось. Увы. Ну что ж. Теперь мы берем нашу магию. Трелл. И кастуем на этого парня. Опа-па. Стой! Стой! О, вот. Ничего, в принципе, необычного, да? Ну, давайте выйдем. И как только вы выйдете на улицу, вы увидите, что он постоянно в облике фантома. Постоянно призрак. Ну, почему? Почему зелье действует не 30 секунд, а бессрочно? Что за нафиг? Ха. Да, ребят, и еще. Он, между прочим, неплохой такой маг, который владеет и молнией, и льдом. Ну-ка, покажи. Что ты можешь? Как неожиданно кончилась наша игра. Хм. Кстати, обратите внимание, что форма его поменялась. Он сейчас какой-то такой полупрозрачный. Это, конечно, странно, друзья. Офигеть. Сколько всего необычного в Скайриме. Ладно, едем дальше. Прошу тебя, слышащий. Освободи мою душу. И пусть меня судит Ситис. Помните эту трогательную сцену, друзья? Как ни крути, но мы должны ее... И теперь используем наше заклинание на Астрид. О, боги! Она встает! Да ладно! Красотка Астрид. О, господи! Честно говоря, что я могу сказать? Да, друзья, ее можно сделать своим компаньоном. Но как воин, она вообще никуда не годится. Она умирает после первой же тычки. И независимо, на какой сложности вы играете. Это, знаете, чисто так попрокалываться. Да, правильно говоришь. У меня когда-то была серия. Братья Бури или Легион, если что. Смотрите. Ссылочка внизу. Вот, друзья, и это разве что прикольно ее забрать с того убежища. И отвезти в Донстарское убежище. И там оставить, знаете, ради, ну, ради прикола. Ради какой-то, не знаю, фишки. Это мне еще когда-то, когда-то в свое время подсказывал Михаил Саар. Спасибо отдельное. Виндхельм, друзья. Помните этот квест? Да. Кровь на снегу. И здесь... Вставай. Я собираю армию зомби. О, господи. О, господи. Если вы вдруг прошли квест Кровь на снегу, то вы можете отправиться на Сурцхейм. Алтарь Тронда. И здесь у нас тоже есть вот такой вот трупик. Который с удовольствием мы поднимаем. Вставай. О, боже. У этой спина пробита. У этой грудь. Честно говоря, друзья. Это немножечко мерзко. О, боже мой. Настоящий некромант, наверное, бегает с такими девочками. В игре Скайрим очень много. Огромное количество разных трупиков. И если вы знаете каких-то подходящих персонажей, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Потому что мне просто эта мысль не дает спокойно жить. Ну вот, например, здесь. Наше местечко с алхимиком. Давайте его воскресим, пока на нас еще не сагрились сприганы. Вот. И посмотрим, что он умеет. Так. Поехали. Ну-ка. Так, умеет призывать волка. Помогаем, помогаем, помогаем. Волка только не бьем. И владеет магией. Огня. Слабенькой. Но, возможно, уровень его растет. Хотя, честно говоря, я не знаю, у Треллов уровни растут вообще или нет. Все. Ну, представьте, в игре сколько разных трупиков. Возможно, какие-то воины-орки, которые вы поднимаете. И они просто невероятные. Если что, друзья, напишите. Если вы знаете. Или просто сами попроверяйте. И мне потом напишите. Ну, все. На этом все. Ставьте лайк. Почему в очках, друзья? Ну, потому что яркое солнце. Поняли? Все вот эти вот плюшечки, которые на мне, это все с клуба творчества. Потому что многие спрашивают. Я, честно говоря, задолбался отвечать. Клуб творчества Skyrim Special Edition. Невероятное дополнение. Платное дополнение, как некоторые говорят. Платные моды. Фу. Но я только с ними играю. Потому что они крутые. Все. Пока.